Ах, это искусство поцелуя. Возможно, с незнакомкой так вот купить такой аксессуар. Обратите внимание. Петя Салмана его даже использовала как маску. Да, в магазине я его использовала даже как маску. С вами я, Петя Салмана Мактун, Сальфуди. Моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Некоторое время назад мне пришлось... Я хотела вам заснять. Машина стоит, а молодой человек уже ушел. Ох, такой симпатичный молодой человек. Рынджога. Конечно, Татьяна Салмана точно не уверена, рынджовая это или нет. Но эта машина очень похожа. Судя по всему, это рынджовая. Даже цвет почти такой же. И вот эта вот фактура примерно такая. И вот. Просто однажды. На 56-6 Кинмэр Роуд. Бумфилл Коннектикут. Даже, а что, я даже не помню. А что он приехал сказать-то? А, он, наверное, приехал сказать, что Жоржа к ним прибежал. Его, наверное, послала его мама, чтобы он заехал и сказал мне, что Жоржа, собака Перрина, вот этот Цеттер, снова прибежал к ним. Так что, вот, я думаю, что он приезжал. Он, скорее всего, про Жоржа. Жорж. Да, а что он мог еще? Потому что за все 4 года, вот один раз, он приехал на такой машине, Жоржа. Я думаю, такой молодой человек, лет 21, симпатичный. И вот сейчас там такая машина стоит, что не Жоржа, припаркованная. Рядом с этим отдыхающим мужчиной, который есть в кепочке, эротически отдыхает. Такой мой зритель. Ну да, такой зритель в первом ряду. У меня, знаете, небеса, дом, потом этот магазин. И, в общем, так, у меня вид, я тут наслаждаюсь природой, погодой. Так что, вот. Ну что, к искусству поцелуем. И было это где-то весной 2008 года. Ну что, продолжаем. Читаю от рыбки из книги Габриэля Морриси «Горячие секреты великолепного секса». Искусство поцелуем. На рыбалку. Тут внизу надо сначала самой прочитать, потом вам или так буду читать. Рыбы. Рыбы любят целоваться. Особенно целующиеся с бурами. Что это такое? Целующиеся с бурами, которые спариваются своими губами в течение почти 25 минут. В ритуальных танцах ухаживания. Это в таких этих точечках здесь написано. Я даже не поняла, это юмор или это что-то такое. Сейчас Ломан сейчас вам покажет. Здесь в мелким, мелким шрифтах написано. Вам тут видно. Обратите внимание. Вот здесь вот мелко написано. То, что я сейчас прочитала. Страница 134. Ну хорошо, идем дальше. Что не нравится при поцелуях? Нет, давайте лучше с того, что нравится. А знаете, что первое? Вы, наверное, тут увидели, я же вам показала. Первое, что не нравится при поцелуях, это борода. Ну да, вообще, честно говоря, борода, она может колоться во многих местах. Она может колоться во многих местах. У кого очень нежная, такая нежно-чувствительная кожа. Ну что, они эти штуки, наверное, стригут там эту, в общем, хозяйственные вопросы, они там, наверное, траву быши стричь. Шумы создают, шумы. Ну что, мы на них посмотрим? Они создают шум, придет громче говорить. Они там ждали, отдыхали. Ну что, засмотрим их? В общем, это борода. Что еще? Да это вообще. Домер 2, это вы почитаете сами. Вы знаете, то, что здесь написано номером 2 и номером 3, это очень интересно. Это очень интересно относилось к этой тетеньке, которая лежала, я про нее уже рассказывала. Это вообще просто, я не знаю, к чему это может вообще относиться, что это такое. Ну, люди бывают разного возраста. Ну да. Там Татьяна Салмановна, в общем, там такая была койка места рядом. Вот это номер 2 и номер 3, вы здесь почитаете? Так что вот. Эта женщина обладала всеми вот этими, то, что здесь написано. Ну да. И было ей, и было ей на самом деле лет. Ну и она не очень старая была. Вот можно это вообще просто какой-то пипец. Это кто написал? Ну понимаете, здесь разный возраст. Разный возраст, я же понимаете, не всем же 18 лет. Откроет такая тетенька там 65, вы понимаете, да? Ну и будет читать, что может мешать. Вот вы понимаете, книжка же, она не рассчитана на 18 лет. Ну вот знаете, что? Вот это номер 2 и номер 3, оно не то, что не нравится при поцелуях. Понимаете, даже спать ночью, понимаете, как бы, знаете, это настолько, настолько это, настолько это отвлекающе, неприятно. Даже на расстоянии, вы понимаете, да? Так что вот, это побочные действия от таблеток. Кстати, вот, побочные действия, к сожалению, от таблеток. А вы хотите знать, почему в тех местах вот эти вот побочные действия, и там очень много перекошенных людей, если вы посмотрите, они очень странно перекошены. Я раньше не понимала, потому что, если вы почитаете списки вот этих вот, знаете, как там, противопоказаний, и вообще, какие могут быть вообще последствия, и вообще, знаете, как это называется, побочные действия. Просто они действуют на сердце, на сосуды и так далее. И специально для специалиста Татьяны Черниговской я хочу просто сказать, что я вот в тех местах, вот, в которых, наверное, она тоже бывала, как вот этот вот эксперт. Дело в том, что вот их сначала просто перекашивает, а потом так перекашивает, что скручивает, просто, вот, скручивает, что у них, знаете, вот так они вообще просто все скручены. Так что вот. Я так предполагаю, что это вот эти побочные действия от этих вот таблеток. Потом они там лежат, они даже сами перевернуться не могут. Их там переворачивают, подмывают, воду вообще кормят, вот так вот в рот там, это супы их кормят. Потому что они скручены, вообще вот так вот скручены, и руки, и ноги, и вообще непонятно. Страшное дело. А вы говорите, стиральная машинка. Так что вот. И говорите, мозг не изучен. Ну, такие вот дела. Это для чего-то, Татьяна Фомановна говорит. Это будет, короче, входить в размер моральной компенсации всех виновных. Так что вот. Мы этот вопрос изучим, с экспертами изучим. Так что вот. Со стиральными машинками там еще с чем-нибудь изучим. Правда, Михаил Маратович? Так что вот. На экскурсию их туда сводим. Покажем им все это, расскажем. А платим им, если надо, экспертизы соответствующие. Правда? Ну, а как же иначе, правда? Так что вот. И будут там эти смехуечки. Посмеетесь вот это. Будут вам смехуечки. Потом рассмотрим список больных с диагнозами на инфекционном отделении. Какие там диагнозы были? Я надеюсь, не было там вот эти чумы и так далее. Знаете, вот эти, знаете, по телу, по телу черными пятнами. А я думаю, почему там все вот в этих, прям в этих водолазных ковидных костюмах ходят. Как вы думаете? Такие черные пятна по всему телу. Чумные. Потом мы рассмотрим список больных со всеми заболеваниями. Со всеми вытекающими оттуда возможными последствиями. И рассмотрим, короче, размер компенсации, правда? И будут смехуечки? 18 минут позитивочка. Статьяна Салмановна, Мактум, Сайфуде. Ну там книжки. Наталья Правильно пишет. Что не надо вообще. Нужно ценить, любить и уважать себя. Правда, Михаил Маратович? Так что вот. А, меньше, меньше, как говорится. Ну, я могу еще вам что-нибудь прочитать. А потом мы еще изучим статистику. Вот это вот, там это лечится, и кто от этого вылечился. Так что вот. Или этот процесс необратим. И сколько это может стоить? Так что вот. Так что вот. Ох, они там это. Так что вот. И будет вам вот это вот карточек. И масочки там. Вот это вот еще там что-то. Карточек. Давайте посмотрим, что-то они шумят. Шумят. Травку косит. А, там они, там укусят. Травку пошли косить. Здесь они лежали. Лежали. Травку пошли косить. Так что вот. Такие вот дела. Татяна Салмановна Макту. Сайфудин. Это мой лайф-джурнал. Сейчас продолжение следует. А то они, знаете, там уже, когда-нибудь уже обрадовали. Знаете, там увидели. Там костюмчик вот этот одел. А вообще кто это вообще? Мы вообще, честно говоря, не поняли. А кто это вообще? А вообще бегает. Что это такое, там жопа видна? Кто это вообще вообще? Кто это такой-то вообще? Мы вообще не поняли. Что такое-то? Кто это вообще такой-то? Мы вообще не поняли. А это эротические татсы. А это были эротические татсы. Короче. Ну да. В рамках моего творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли. Так что вот. Они уже думали, знаете, 49. Минус 31. Так что вот. Татьяна Салманна мне 49 исполнилась от 20-го числа. Татьяна Салманна была Александровой Татьяной Юрьевной. А то меня это, наверное, и ты не утка, которая там вот и приходила. Она может не узнает. А кто это? А еще я не поняла. Она там вот это приходила. А то и ты не утка. А я со своими этими детьми сраными меня не узнаю. Скажут еще кто это? Вот это вот. А то она там прибежала. Блевота. Так что вот. А так, в принципе, все великолепно. Кто мне там написал? Теперь она же с этой женщиной поговорила. Теперь мы знаем, кто такая Мактум Саэфуддин. Это Лена звонила. Потому что нужно, наверное, понимать, да, если она смотрит. Что я всю их семью не хочу ни видеть, ни слышать. Что она звонила, я ее записала на видео для того, чтобы записать. Так что вот. Это был последний раз, когда я с ней разговаривала. И со всей ее семьей. Гавеный. Так что вот. Так пусть и знает. А то, ой, вот это, ой, вот это, ой, вот это, послушайте. Вот это вот. Так что вот. Еще будут мне там писать. Такие вот дела. Не надо мне это хамить в бизнес-классе. Я, по-моему, она хочет быть актрисой. Великая актриса, кауч, в Голливуд. Так что вот. Так что вот. Так вот. Так что вот.